Томский политехнический университет, год основания, 1896-й. Первый за Уралом технологический вуз, он в течение всей своей истории был и остается одним из лидеров инженерного образования в стране. В 2009 году ТПУ первым из томских вузов получает статус Национального исследовательского университета. В рамках новой программы развития Томский политехнический определяет несколько приоритетных направлений, по каждому из которых создаются научно-образовательные институты. Цель Национального исследовательского Томского политехнического университета на ближайшее десятилетие – стать центром мирового уровня по подготовке глобально конкурентоспособных специалистов в сфере ресурсоэффективных технологий. Институт физики высоких технологий организован в июне 2010 года в соответствии с программой развития Национального исследовательского Томского политехнического университета. Он создан на базе НИИ высоких напряжений и 10 кафедр – факультеты естественных наук и математики, электрофизического, машиностроительного и химико-технологического факультетов. Несмотря на, казалось бы, разные направления подготовки, все специальности объединены общей концепцией. Студенты учатся разрабатывать и внедрять в производство новейшие технологии, которые крайне востребованы российской промышленностью на этапе перехода страны к инновационной экономике. Институт готовит специалистов для наукоемких отраслей, проектных и научно-исследовательских институтов, организаций малого и среднего бизнеса. Институт физики высоких технологий осуществляет многоуровневую систему подготовки специалистов. Структура образовательных программ ориентирована на выбор личной образовательной траектории по ступеням – бакалавр, магистр, кандидат и доктор наук. Степень бакалавра техники и технологий здесь можно получить по пяти направлениям – машиностроение, химическая технология, биотехнология, оптотехника, материаловедение и технологии материалов. Магистрские программы включают в себя еще и направления электроника и наноэлектроника, электроэнергетика и электротехника, а также физика. В плане ресурсоэффективности как раз основные направления нашего института – это создать ресурсосберегающие, ресурсоэффективные технологии. Это прежде всего электроразрядные, пучковые, плазменные технологии, а также нанотехнологии получения новых материалов с уникальными свойствами. Процесс обучения проходит в современных учебных и научных лабораториях экспериментальных мастерских института. Сегодня здесь обучается более 600 студентов, из них 400 бакалавров и 200 магистрантов. В образовательном и научном процессах широко используется кадровый потенциал и современная научная база лабораторий Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Мы, конечно, гордимся выпускником нашей кафедры одной техникой электрофизикой высоких напряжений Геннадием Андреевичем Месяцем, который является вице-президентом Академии наук России в настоящее время. Очень много выпускников являются топ-менеджерами, руководителями промышленных предприятий. Студенты имеют возможность проходить практики на ведущих предприятиях Сибирского региона, Европейской части России и за рубежом. Развитые деловые связи с партнерами обеспечивают возможность академических обменов студентами между кафедрами института и зарубежными вузами, возможность стажировок перспективных студентов, аспирантов-преподавателей в университетах и фирмах Великобритании, Южной Корее, Китая, Словакии, Чехии, Германии и Японии. Туда студенты едут учиться, магистранты внедрять свои проекты в работу предприятий. Эта инновационная разработка – высоковольтный импульсный генератор для питания плазменного фокуса, источника нейтронов, разработана сотрудниками института при участии студентов и аспирантов. Спектр применения источника нейтронов широк – от поиска взрывчатых веществ до получения микроплат для микроэлектроники. У нас был контракт с Японией на снятие поверхностного слоя бетона. Успешно прошли испытания, сейчас она находит техническое внедрение. Третья часть финансирования проектов студентов – это инвестиции зарубежных партнеров. Вкладывать деньги здесь есть во что. Установка по электроразрядной обработке питьевой воды – один из самых востребованных проектов. Основной принцип работы установки похож на природный процесс разряда молнии. Вода обрабатывается электрическими разрядами. Установка продана в Финляндию и Эстонию. Эта разработка очень востребована, потому что проблема очистки воды – это одна из основных проблем сегодня. Как у нас, так и за рубежом. И вот одним из свидетельств этого является большое количество наград, которые мы получаем на международных конкурсах и на российских конкурсах. В том числе последняя награда была у нас на международном инновационном форуме России и ЕС, который проходил в Финляндии. Совместно с Берлинским техническим университетом и Высшей технической школой немецкого города Аахина Институтом физики высоких технологий разработаны магистрские программы, по которым осуществляется элитная подготовка специалистов с получением двойных дипломов. Европейский диплом считается очень престижным, но в России это, естественно, повлияет при трудоустройстве. И также с диплом немецким мы сможем трудоустроиться на какие-либо немецкие предприятия или во всей Европе. Большим плюсом является то, что мы можем еще изучить, кроме английского языка, еще можем изучить немецкий язык. В институте выполняются уникальнейшие проекты по получению нанопорошков и их применению. Химики сегодня совершают прорыв в медицине. Сейчас работают над диагностикумами и магнитно-контрастными препаратами для МРТ-томографии. Начало развиваться направление по применению нанотехнологий в медицине. Аналогов таким разработкам в мире нет. Можно на основе вот таких вот наночастиц прививать к их поверхности лекарства и использовать таким образом эти материалы, как говорят сейчас, для целевой доставки лекарств. Это является наиболее таким востребованным сейчас для современной медицины. В очередь за инженерами в области высоких технологий становятся промышленные предприятия и компании городов Сибири, Урала и Европейской части России, научные, научно-производственные и проектные организации. Выпускники работают на Томской особой экономической зоне техникам недренческого типа, в Саровском и Снежинском федеральных ядерных центрах, на предприятиях авиакосмического комплекса, в корпорации МИК, на Новосибирском заводе имени Чкалова, в российских железных дорогах и многих других предприятиях. Востребованность выпускников Института физики высоких технологий сегодня в полтора раза превышает их количество. Субтитры создавал DimaTorzok